Да-да-да, сегодня я гулял туда-сюда по Ютубу и делал реакции. Я нашёл одного парнишку, который довольно молод, и его зовут... Димаш. Вот это фамилия, конечно. Димаш Кудайберген. Кудайберген. Извини, Димаш, вроде бы верно. У него очень много подписчиков, и я выбрал случайное видео. Точнее, самое популярное. И вот мой выбор. Итак, сейчас я надену наушники, и мы сделаем наше интро для подписчиков. Секундочку. Ну так, давайте уже глянем это. Здесь у нас 23 миллиона просмотров. Это было 5 лет назад. Я о нём ничего не знаю. Я как чистый лист. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звёзд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, и поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Колос». Да начинай уже. В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. Теперь понятно. С песней «Грешная страсть». «Грешная страсть» Хорошая динамика и контроль уверены. «Грешная страсть» Димаш Кудайбергенов. Неожиданно. Димаш Кудайбергенов. Это прекрасно, он звучит как девушка. И вокруг тишина, забыты звуки, руки, лица, мне нужна только ты одна. А колдома тобою выпью зелье до дна. Вот это контроль, четко. Красивое пение. Костре грешной страсти. КОСНЕЦ 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 Давайте остановимся на секундочку. Я такого никогда не слышал. Теперь я не удивлён, что там 23 миллиона просмотров. Почти 24 миллиона просмотров, потому что его контроль — это абсурд. Там ещё и страсть, эмоции. Его техника просто грандиозная. Он звучит как мужчина, звучит как девушка, звучит как ангел, звучит как дьявол. Такой контроль и такая уверенность. Я не слышал ничего подобного. Давайте-ка немножечко глянем, кто этот парень такой. С Википедии. Казах. Казахстан. Обучался в университете классической и современной музыки. Исполняет песни на 13 языках. Грёбанный стыд. Наши британцы могут говорить только на одном своём языке — английском. Он стал популярным в Китае после участия в ТВ-шоу в качестве тёмной лошадки. Он занял второе место. Хорошо. Знаете, на кого у нас будет следующая реакция? Следующая реакция будет на того, кто занял первое место. Потому что Димаш — это же вокальный бог. Господи. У меня было видео. Оно есть на канале. И там я смотрел парня по имени Себастьян. Это австралийский певец. Фантастический вокалист. Не такой, как этот, конечно. Он больше госпел-певец. И я бы хотел сказать, что как бы люди не называли его самым талантливым вокалистом, но, боже мой, вот этот парень — это нечто другое. Он же перемешал здесь все стили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сделаем паузу. Думаю, здесь он немного спустился на землю. Он все тот же вокальный бог. Но вот здесь он стал немного ближе к нам, простым людям. Давайте досмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, они не знают его. Они так смотрят на него, типа... Боже мой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя кто-то знает. У них есть... У них есть вот эти постеры. Часть аудитории знала, чего ждать от этого парня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это потрясающий талант. Я сделаю больше реакции на него, потому что я ошарашен. Это просто мастер-класс по вокальному контролю. Тембр. Весь прикол в тембре, потому что я слышал около 14 голосов. А некоторые звуки... Я даже понятия не имею, откуда они. Хочу еще. Все, чики-пуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА